Для миллионов поклонников Сорока восьмилетняя Шеннин Дуэрти является ролевой моделью. Когда в 2015 году ей поставили диагноз «рак молочной железы», актриса решила бороться. После долгих месяцев лечения у нее началась ремиссия, которая продолжается до сих пор. В самые сложные моменты рядом со звездой был супруг Курт и Сваренко. Влюбленные поженились еще в 2011 году, но по словам Шеннин, по-настоящему родными людьми они стали именно в период ее болезни. Избранник поддерживал Дуэрти, не позволяя ей опускать руки. Болезнь укрепила нас. Теперь мы больше ценим и уважаем друг друга. Я не могу сказать, что наш брак был идеальным. «Случались моменты, когда мы ругались и спорили, запирались в разных комнатах и могли не говорить несколько дней вместо того, чтобы искать решение и жить мирно. Теперь мы не позволяем себе такого», — призналась звезда зачарованных. После того, как курс химиотерапии был закончен, Шеннин пришлось еще долго восстанавливать здоровье. Актриса лишилась волос и сильно похудела, но и в этой ситуации Курт оказал ей поддержку. По словам артистки, муж постоянно делал ей комплименты, поэтому даже в первые недели ремиссии Дуэрти ощущала себя привлекательной. Он как-то сказал, «Я никогда не видел, чтобы кто-то справлялся с подобным испытанием с таким изяществом. Тогда я поняла, что моя сексуальность не во внешности, а во внутренней силе», — подчеркнула актриса. Недавно на экраны вышел сериал «90210», который стал продолжением культового шоу, прославившего Шеннин. В проекте актриса не только исполнила одну из главных ролей, но и заняла пост исполнительного продюсера. Артистка также приняла участие в работе над сериалом «Ривердейл». Беверли Хиллз, 90210-28 лет спустя, как сейчас выглядят звезды сериала Дуэрти, строит амбициозные планы на будущее и надеется, что еще сыграет немало ярких ролей. При этом она не сомневается, что рядом всегда будет любимый супруг, готовый поддержать в сложных ситуациях. «Он был скалой, которая защищает меня от всех бет. Сейчас мы прощаем друг другу любые мелкие ошибки», — подытожила звезда в интервью для журнала People.